Чебурашка и его друзья Телеграм-канал Папины сказки В одном густом тропическом лесу Жил да был очень забавный зверек Звали его Чебурашка Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал И встретился с людьми Ведь это же люди дают зверям имена Это они сказали слону, что он слон Жирафу, что он жираф А зайцу, что он заяц Но слон, если бы подумал Мог бы догадаться, что он слон Ведь у него же очень простое имя А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Пойди догадайся, что ты не гиппотам, не попотам А именно гиппопотам Так вот и наш зверек Он никогда не задумывался над тем, как его зовут А просто жил себе да жил в далеком тропическом лесу Однажды он проснулся рано утром Заложил лапы за спину И отправился немного погулять И подышать свежим воздухом Гулял он себе гулял И вдруг около большого фруктового сада Увидел несколько ящиков с апельсинами Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них И стал завтракать Он съел целых два апельсина И так объелся, что ему трудно стало передвигаться Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать Спал Чебурашка крепко Он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль И отправили в далекое путешествие Ящики долго плавали по морям и океанам И в конце концов оказались во фруктовом магазине Очень большого города Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было А был только толстый-притолстый Чебурашка Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты И посадили на стол Но Чебурашка не мог сидеть на столе Он слишком много времени провел в ящике И у него затекли лапы Он сидел, сидел, смотрел по сторонам А потом взял, да и чебурахнулся со стола на стул Но и на стуле он долго не усидел Чебурахнулся снова на пол Фу ты, Чебурашка какой! Сказал про него директор магазина Совсем не может сидеть на месте Так наш зверек и узнал, что его имя Чебурашка Но как же мне с тобой поступить? Спросил директор Не продавать же тебя вместо апельсинов Не знаю Ответил Чебурашка Как хотите, так и поступайте Директору пришлось взять Чебурашку под мышку И отнести его в главный городской зоопарк Но в зоопарк Чебурашку не приняли Во-первых, зоопарк был переполнен А во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем Никто не знал, куда его поместить То ли к зайцам, то ли к тиграм То ли вообще к морским черепахам Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку И пошел к своему дальнему родственнику Тоже директору магазина В этом магазине продавали уцененные товары Ну что ж, сказал директор номер два Мне нравится этот зверь Он похож на бракованную игрушку Я возьму его к себе на работу Пойдешь ко мне? Пойду, ответил Чебурашка А что мне делать? Надо будет стоять в витрине И привлекать внимание прохожих Понятно? Понятно, сказал зверек А где я буду жить? Жить? Ээээ, да хотя бы вот здесь Директор показал Чебурашке На старую телефонную будку Стоявшую у входа в магазин Это и будет твой дом Так вот и остался Чебурашка Работать в этом большом магазине И жить в этом маленьком домике Безусловно, этот дом был Не самый лучший в городе Но зато под рукой у Чебурашки Всегда находился телефон-автомат И он мог звонить кому хочешь Прямо не выходя из собственного дома Правда, пока ему некому было звонить Но это его нисколько не огорчало В том же городе, где оказался Чебурашка Жил да был крокодил По имени Гена Каждое утро он просыпался В своей маленькой квартире Умывался, завтракал И отправлялся на работу В зоопарк А работал он в зоопарке Крокодилом Придя на место, он раздевался Вешал на гвоздик костюм Шляпу и тросточку И ложился на солнышке у бассейна На его клетке висела табличка с надписью Африканский крокодил Гена Возраст 50 лет Кормить и гладить разрешается Это был необычный крокодил Очень добрый Когда кончался рабочий день Гена тщательно одевался И шагал домой В свою маленькую квартиру Дома он читал газеты Пил чай И весь вечер играл сам собой В крестики-нолики Однажды, когда он проиграл Сам себе 40 партий подряд Ему стало очень и очень грустно А почему я все время один? Подумал он Мне надо обязательно завести друзей И взяв карандаш, он написал такое объявление Молодой крокодил 50 лет Хочет завести себе друзей С предложениями обращаться по адресу Большая пирожная улица Дом 15 Корпус И Звонить 3,5 раза В тот же вечер он развесил объявление по городу И стал ждать На другой день, поздно вечером К нему в дверь кто-то позвонил На пороге стояла маленькая Очень серьезная девочка В вашем объявлении, сказала она Целых три ошибки Не может быть Воскликнул Гена Он думал, что их по крайней мере 18 А какие же? Во-первых, слово крокодил пишется через О А во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет? А крокодилы живут 300 лет, поэтому я еще очень молод Возразил Гена Все равно, надо писать грамотно Давайте знакомиться Меня зовут Галя Я работаю в детском театре А меня зовут Гена Я работаю в зоопарке Крокодилом А что мы сейчас будем делать? Ничего Давайте просто побеседуем Но в это время в дверь снова позвонили Кто там? Спросил крокодил Это я Чебурашка И в комнате появился какой-то неизвестный зверь Конец первой части Телеграм-канал Папины сказки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok